Приветствую вас. Я думаю, что не очень хорошей идеей было бы для вас искать какие-то универсальные способы для того, чтобы избавиться от чего-то, в том числе от эмоциональной привязки к человеку. Потому что, во-первых, это в какой-то степени приводит к игнорированию вашей личности в целом, во-вторых, не решает, на мой взгляд, основную проблему. Одновная проблема здесь в том, чего вам хочется. От, допустим, ваших подруги, к примеру. Основная проблема в том, в чем вы нуждаетесь, возможно. По крайней мере, так мне кажется, что проблематика может быть именно в этом. И, соответственно, если, например, вы, к примеру, в той или иной степени обесцените свою подругу, да, вот, то вы себе еще больше навредите, как мне кажется. Поэтому идея здесь в том, чтобы понять, в чем вы нуждаетесь в контексте своей подруги. Вот. Чего вы хотите в контексте своей подруги. Вот. И дальше уже смотреть, что вам с этим делать. Дальше уже смотреть, в каком направлении вам двигаться именно в этом контексте. Давайте разберем ваш вопрос. Итак. Когда-то давно общалась с одной девушкой. В детстве мы были друзьями. Она до сих пор считает меня подругой. Но вот меня к ней не тянут. Ну, здесь, конечно, есть сразу вопрос к вам относительно того, что вы имеете в виду, говоря, что вас не тянет. Вот. Что вы имеете в виду? Как вы понимаете, например, что вас тянет, вот, а не тянет вас, то есть, что это за чувство, что вас не тянет. Вот. То есть, это, мне кажется, весна важными моментами, потому что напрямую это зависит, напрямую от этого зависит то, как вы обращаетесь со своими чувствами в том числе. Вот. Если вы не очень хорошо обращаетесь со своими чувствами, то, соответственно, и модель вашего поведения, мягко говоря, будет хромать. Модель вашего поведения, мягко говоря, будет проседать. Вот. Ну, просто потому что по-другому не бывает, к сожалению. Вот. Дальше идем. В детстве, когда она уезжала в деревню, я гуляла с другими девочками. Вполне возможно, что она вам просто не интересна. Может быть, здесь есть что-то еще? Может быть. Здесь есть какие-то еще моменты, о которых нам сейчас не известно. Вот. То есть, тут нужно поисследовать немножко. Тут нужно посмотреть. Не нравилась вам эта девочка уже тогда или вы чувствовали какой-то негатив к ней? Угрозу к себе по отношению к ней. Тут нужно в любом случае смотреть. В общем, сейчас эта, такая, я бы сказал, достаточно поверхностная информация. Вот. Так. Эм. Дальше. Идем. Эм. Значит. Я узнала о подруге детства много неприятных для меня вещей, но вот в чем вопрос. Вы про эту девочку говорите сейчас или про другого шипят? Потому что до этого вы ее подругой-то вроде бы не шипали, как вы говорите. Так что здесь я несколько не понял. Вот. Просто если вы ее считали по-другой, а потом, например, перестали считать это одно, вот. Вот. Если вы никогда не считали ее подругой, это, наверное, все-таки другого. Вот. Поэтому. Так. Эм. Много внимания я этому уделяю. Вот. Вы узнали много чего неприятного и как вы с этим обратились. Поговорили ли вы с подругой или не стали разговаривать? Какие чувства вы испытали? Разочарование, может быть, что-то еще? Вот. Это все достаточно важные детали, потому что они составляют вашу эмоциональную жизнь. В том числе. Да? Понимаете, что я имею в виду? Дальше. Дальше. Дальше вы пишете следующее. Ее нет в соцсетях. У меня нет ее номера. Если с другими бывшими друзьями я про СЧС в жизни по душам не говорю. То есть они стали просто приятелями, то с этой девушкой сложнее. Она считает меня лучшей бабругой. Она еще делать не будет говорить. Не хочу ее обсуждать. Ну, у меня здесь складывается такое впечатление, такое ощущение, что вам как будто бы сложно сближаться с людьми что-ли. Как будто бы вам это нелегко дается. Вот. Как будто бы сблизиться с человеком вам достаточно сложно. Вот. Как будто бы сближение для нас, ну, я бы сказал, наверное, что это вроде какой-то угрозы. Вот. Вот. Хотя, безусловно, я могу здесь ошибаться. Безусловно, я могу здесь быть не прав. Но пока что все выглядит вот таким углом. Пока что все выглядит вот в таком контексте. Вот. К сожалению. Важно. То есть, вы пишете, что не говорите по-душам. Вот. Вы пишете, что не сближаетесь. Вот. То-то. Вероятно, у вас есть какие-то основания, причины этого не делать. И если это так, то на это я бы обратил бы ваше внимание. Ну, потому что это достаточно важно. Вот здесь. Дальше. Идем. Так. Значит, она считает меня так. Есть ли какие-то психологические методы разрыва эмоциональной связи с человеком? Как вы с ней встречаетесь-то, собственно говоря, сейчас? Ээээ... Я просто вот... Пока не очень понимаю. Как вы с ней встречаетесь сейчас? Как вы с ней взаимодействуете сейчас? Ээээ... Конкретно. Как вы с ней взаимодействуете? Эээ... Например, или что, ээээ... или что вам нужно делать. Пока что, я бы сказал, что такого понимания у меня нет. Дальше идём. Так, значит, если психологически нет разрыва эмоционального человека, то есть эмоциональная сепарация, это можно сделать на психотерапии. Может, например, писать её письмо про, что на этот момент эмоционально в ней всё разорвётся. Нет, ну, само по себе ничего не разорвётся. Само по себе ничего не разорвётся. Если вы не будете активно в этом участвовать, вот, если вы не будете активно с этим взаимодействовать, да, в том числе и с собой, в том числе и со своими чувствами, вот, если вы не будете взаимодействовать активно со своими переживаниями здесь, то, скорее всего, ничего не произойдёт и ничего не изменится, вот. Важно, наверное, понимать, что письмо всё-таки это аффирмация, вот. Это аффирмация, то есть, ну, говоря про аффирмацию, я, естественно, имею в виду, что это часто именно такое вот, то, что называется самовнущение. Вот. Не всегда это работа. Вот. Поэтому важно на это обращать внимание. Вас с этой девушкой, на мой взгляд, связаны некие чувства. у вас с этой девушкой связаны некоторые переживания ваши, вот. И мне кажется, честно было бы признать, что какие-то чувства у вас есть, честно было бы признать, что, ну, какие-то переживания у вас присутствуют. Эм, честно было бы признать, что как-то вот получается, что вам, вам не всё равно на неё. Вот. Несмотря на то, что вы пытаетесь именно это продемонстрировать нам в своём сообщении. Вот. Какое-то значение, значение оно для вас имеет. Я имею ввиду, ну, ваша подруга. Вот. Вопрос только в том, как, как вы, пока вы, может быть, даже сами до конца этого не знаете. Сами до конца, может быть, вы себе в этом не отдаёте отсчёт. Вот. Было бы весьма и весьма хорошо, если бы вы это сделали. Ну, то есть, я имею ввиду, если бы вы подумали, если бы вы постарались увидеть, чем именно важна вам эта девочка, чем и как она вам важна. Вот. Потому что, ну, я полагаю, что спорить с тем, что она вызывает у вас какие-то чувства, вы не будете. Вот. По крайней мере, я на это надеюсь. По крайней мере, я надеюсь, на просьбу, вы не будете это опрысать. Вот. Но не спорить также с тем, что вам, может быть, будет тяжеловато признать тот факт, что значит, она для вас больше, чем вам бы хотелось. Вот. Ну, это, на мой взгляд, не так важно. Вот. Вот. Вольнее понять, что вот именно такого важного и значимого влиять на вас есть. и уже как-то с этим работать. Вот. Уже как-то с этим взаимодействовать. Вот. Естественно, может быть, не сразу. Такой ответ мог бы я вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И с точки зрения, например, своих ценностей. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Вот. Надеюсь, что у меня получилось вам дать пищу для размышлений. Вот. Надеюсь, что у меня получилось направить ваши мысли в определенные, в определенном направлении. Вот. Так что я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам в какой-то степени начать работу над собой. Вот. Как-то продвигаться. Вот. Ну, вам я хотел бы пожелать всего самого доброго. Вот. Вам бы я хотел пожелать успехов в решении проблем, с которыми вы, к моему большому сожалению, столкнулись. И надеюсь, что все они, все проблемы будут разрешены. Вот. Удачи! Всего вам самого доброго!